Уник тестирования Эксперимент Юнит тестирование Цитаты Наступые ТСТ Коллеги, всем привет! Сегодня мы будем говорить про такие понятия, как Профайминг, Юнит тестинг, Бенчмаркинг В основном мы будем говорить, конечно, про бенчмарк Т.е. про... Ну, давайте по порядку Итак, юнит тестирование Юнит-тестирование это написание кода таким образом, чтобы можно было проверить работоспособность отдельного модуля программы Я бы даже сказал даже не столько модуля, я бы даже сказал отдельного метода Может быть даже свойства или даже целого класса Ну в общем юнит это такая неделимая частица, ну грубо говоря неделимая, которая имеет определенный функционал, инкапсулированный внутри себя И вот этот юнит-тестирование это процесс написания программы, то есть это тоже программирование, причем не менее сложное, чем вообще сам процесс программирования Который пишется таким образом, чтобы проверить функциональность определенного модуля программы Дальше Профайлинг Профайлинг это сбор характеристик, сбор данных о работе программы для ее дальнейшего анализа с целью определения параметра с программой Способности и аппаратных требований То есть другими словами это максимальный сбор информации в работе системы, ее взаимодействие с другими программами, ее взаимодействие с операционной системой Ее, грубо говоря, логирование, то есть что в какой момент происходит, как это было То есть профайлинг это сбор метрик, сбор характеристик, сбор данных Итак, бенчмаркинг Бенчмаркинг это сравнение производительности на основе эталонных показателей Для более, естественно, эффективного программирования кода, который вы будете использовать Соответственно, ваша производительность, вернее, производительность вашей программы, соответственно, будет гораздо выше, если вы будете писать более производительный код Ну, по-моему, это очевидно Ну и, в общем-то, давайте займемся бенчмаркингом Мы будем говорить про бенчмаркинг .NET, то есть на платформе .NET Core она тоже используется И мы проделаем несколько тестов, которые, собственно говоря, должны показать, что эффективнее использовать и, собственно говоря, когда Итак, для начала создал чистое абсолютно консольное приложение, новый проект Теперь давайте сделаем некоторое количество приготовлений, а потом добавим сборку, которая эти приготовления будет обрабатывать Ну и для начала я создам новый класс, который назову InterpolationBenchmarking Ну, короче, конечно, ничего не мог придумать Ладно Итак, для начала я сделаю какой-нибудь property Пусть оно будет string типа и называется name Дальше property, которое будет dateTime и называется оно date И теперь задам эти значения, пусть это называется InterpolationDemo Нет Ну, так тоже, конечно, можно, но лучше не нужно А второе пусть называется, ой, пусть сразу new dayTime 20, 20, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 Хорош Это свойство, которое мы будем использовать непосредственно в тестах Что я хочу сделать? Давайте я создам метод public string Давайте вот так, разовываю useInterpolation И сделаю здесь return Давайте вот как раз эту интерполяцию сделаем This is test Допустим, name И здесь я напишу, соответственно, name It Ну, пусть будет Давайте start Add Ну и пусть будет date Так вот В общем, сейчас мне нужно поставить сборку, которая называется Betmarking.net Вот Да, хочу И теперь, собственно говоря, чтобы это все превратилось в некоторый тест Мне нужно сделать следующее Ну, во-первых Так, давайте я это сделаю таким вот образом Я помечаю метод benchmark И теперь он становится у меня тестером Для того, чтобы эти тесты запустились Если тут benchmarking тот самый То мне нужно здесь написать Benchmark Runner Здесь у него есть метод run И здесь я должен указать тот самый Interpolation Benchmarking Ну, и дальше что? Смотрите, во-первых, можно это сделать в релизе Вернее, всегда это нужно делать в релизе Чтобы не использовать дополнительные бенчмаркинги Которые внутри Вернее, не так Чтобы бенчмаркер не использовал те дебаг штуки Которые погружаются при старте проекта В среде вот дебага Ну, и еще Было бы неплохо сделать вот такой вот вариант То есть Открыть консольное приложение Вернее, открыть этот common prompt И давайте я здесь сделаю Benchmarking Dir Вот мой Benchmarking Solution И я делаю таким вот образом Я говорю .net build Соответственно указываю Context release Вот мое приложение построилось Теперь пишу .net И вот таким вот образом копирую Нажимаю правую кнопку мышки Нажимаю enter Как вы понимаете Benchmarking занимает какое-то время То есть Я сейчас тестирую в среде .net В смысле core Можно подключить и mono И другие среды на самом деле И можно проверять на самом деле На большом количестве Сред, так сказать Вот Сейчас провел тест И мы видим результат Для нас они в принципе Не несут никаких Ну то есть для того Чтобы определиться Насколько это быстро Или не быстро Нам нужна относительную точку Если считать Что любой код Должен выполняться Там 0 миллисекунд То у нас Вот 739 наносекунд Я хочу отметить Что это не мили А наносекунды Ну и теперь Давайте дальше Для того чтобы у нас Было что-то сравнить Мы напишем Еще пару методов Как можно сделать Склеивание Вот этой самой Конкатинацию Сюда строк Итак Как можно сделать Еще склеивание строки Давайте скопируем метод Давайте вставлю И напишу Давайте вот так Напишем String Format И уберем отсюда Вот эту штуку Здесь поставим 0 Здесь поставим 1 Здесь поставим Запятую И напишем Name Запятая Data Это другой способ Склеивания строки И называется FormatString Поэтому напишем Здесь String Format Теперь я открою Снова Терминал Сделаю Build И снова Запущу Test Ну даже Не тесты А Benchmarking Итак Тесты завершились Мы видим Название Теста Мы видим Что у нас String Format Работает Ну С некоторой Ну Да Немножечко Быстрее Но мне кажется Это незначительно Но тем не менее Работает быстрее И теперь Я бы хотел Показать Еще одну штуку Я бы хотел Использовать Вот такое Memory Diagnoser И еще раз Запущу Тесты Чтобы мы Увидели Уже Непосредственно Как Эти Методы Затрагивают Работу С памятью Итак У нас Уже Два Результата Есть Обратите Внимание Что у нас Появились Колонки Gen1 Gen0 Gen2 Allocated То есть Если учесть Что в памяти Выделяется Одинаковое Количество То Все-таки Interpolation В данном варианте Сейчас выполнется Быстрее Безусловно Здесь Есть Некоторый вариант Наподумать Есть Разные Среды Есть Разные Компьютеры Есть Разные Так называемые Фреймворки Которые Используют Можно Использовать Разные ОС Даже В смысле Операционные Системы То есть Тесты От этого Бенчмаркинг От этого Очень сильно Зависит Поэтому Рекомендуется Выполнять На разных Средах Ну там Ну в общем Для того Чтобы иметь Более полную Картину Того Что вы Протестировали Собственно Говоря Нужно Прогонять Или Несколько Раз Или Лучше Побольше То есть Чем больше Вы соберете Информации Тем Вам будет Понятнее О чем Собственно Грете Тесты Говорят Давайте Еще Создадим Пару Методов Теперь Давайте Попробуем Использовать Стринг Билдер Давайте Я прям Так Напишу Билдер Здесь Я скажу Вар Стринг Давайте Просто Напишу Билдер Веню Стринг Билдер И Собственно Сюда Добавлю Первую Часть Этого Сообщения Которое Мы Генерируем И Здесь Скажу Билдер Аппенд Аппенд Так У нас Здесь Добавляется Name Дальше Дальше У нас Здесь Добавляется Date А перед Ним Добавляется Давайте Так Вот Прямо Скопируем Один в один Точка Пробел Вот так Кавычки Откроем Так И Все В конце У нас Ничего Нет Все Теперь Мы Здесь Должны Вернуть Builder To String Ну Запускаем Build Start Отлично Тесты Завершились И Смотрим На Результаты Смотрите Оказывается Iuse String Builder Вернее String Builder Работает Немножечко Быстрее Но При этом Как вы Видите Он Немножко Больше Памяти Выделяет Ну В общем Это Как раз То О чем Я Говорил Есть Определенные Моменты При которых Вам Либо Использовать Память И В общем То Все Программировалось И так Иначе Сводится К тому Что Вы Либо Игоняйте Процессор Либо Используйте Память Все Зависит От Того В Каких Пропорциях Где И Как Вы Это Используете Давайте Напишем Еще Один Метод На Этот Раз Мы Будем Использовать String Join Который Link You Давайте Вот Так И Назову String Join И Здесь Делаем Таким Образом Вот Так Вот String Точка Join Запятая Ой Скобка Открывается Давайте Через Пробел Разделитель И Здесь Добавим Остальные Запятая Name Запятая Start At И Запятая Date И Сделаем Return Теперь Можно Снова Запустить Тесты Так Сохраняем Так Собрать Проект Start Отлично Завершили Смотрим И Получается Что Join Работает Даже Медленнее Чем String Builder Но При этом Меньше Памяти Берет Ладно Давайте Допишем Еще Один Тест На Этот Раз Это Будет Немножечко Попроще Давай Назовем Вот Так Вот Plus Equal Немножечко Здесь Я Воспользуюсь Вот Такой Конструкцией Var Result Равен И Для Начала Вот Это Точка Запятой Дальше Result Плюс Равно Name Result Плюс Равно Так Давайте Я скопирую Чтобы Соблюсти И Дальше Result Плюс Равно Date И Соответственно Return Result Ну Давайте Запустим Build И Start Отлично Тесты Закончились Но Я не Вижу Теста Наверное Я его Забыл Сохранить Ну Конечно Но Зря Прогнал Поэтому Давайте Я запущу Еще Раз Отлично Теперь У нас Правильно Пять Тестов За Прошлый Прогон Я прошу Прощения Хотя Как говорила Одна моя Знакомая Проститутка И Про старуху Бывает Порнуха Ну В общем-то Забыл Сохранить Бывает Итак Давайте Посмотрим Наши Результаты Plus Equal У нас Работает Сейчас Быстрее Всех Более Того Он Еще И Памяти Немножко Адекватнее Чем Чем Остальные Предыдущие Ну Тут Надо Знать Все Сказать На самом Деле Надо Учитывать Что У меня Еще Сейчас Пишется Видео То есть Поэтому В общем Чем меньше Есть Факторов Влияющих На Тестирование На Бенчмаркинг Тем более Близкие К Идеалу Ваши Результаты Поэтому Желательно Отключить Все Поэтому Лучше Отключить Все Дополнительные Программы Потому Что Это Так Или Иначе Влияет Ну И Давайте Еще Один Метод Напишем Для Теста На Этот Раз Я Думаю Вы Наверное Удивитесь Но Мне Так Кажется Но Это Будет Простое Сложение Стрингов И Будет Она Выглядеть Примерно Вот Таким Вот Образом Обс Плюс Name Плюс Опс Опять Что-то Не то Нажал Плюс Result Здесь У нас Тоже Даже Вот Так Можно Плюс И Ctrl К Д И Здесь Поставим Пробел Собственно Говоря Как Наверное Здесь Так И Даже Сделаем Сразу Так Вот Return Вот Вы Будете Кон Кат Вы Удивитесь Но Я Открою Секрет Это Будет Самый Быстрый Способ Получить Строку Вернее Конкатенированную Строку Так Я Сохранил Все Открывая Конц Нет Как он Называется Терминал И Собирая Проект И Запускаю Отлично Завершилось Ну И Как я Предполагал Use Конкат Работает Быстрее Всех Use Конкат Использует Меньше Всего Памяти То есть Простое Сложение Строк На данный Момент Работает Быстрее И Это На самом деле Неудивительно Если Честь Что Это Особенно У молодых Разработчиков Самый Простой Способ Сконкатенировать Строку То Майкрософт Скорее Всего Предусмотрел Этот Вариант И Максимально Его Оптимизировал Ну Это Мои Сугубо Личные Домыслы Вы Склонны Верить Один Вариант Если Не Склонны Придумайте Свои Но Других У меня Объяснений Нет Ну И В общем Что Тогда Еще Хотелось Бы Мне Показать Смотрите У меня Вот Как я Показал Наверху Есть Два Параметра Я Могу Расширить Вот этот Функционал И Сказать Что У меня Я Это Превращаю В Get Set Здесь Пишу Параметр 1 Ой Так Параметр 1 Запятая И Просто Допустим Темплейт Ну Пусть Будет Большой Букв Не Важно И Таким Образом Получается Что У меня Будет Вот Это Вот Параметр Каждый Из Дополнительных Параметров Это Будет Отдельный Тест То Будет Использовано С Неймом Который Будет Интерплейшн Демо И Темплейт Если Допустим Я Хочу Чтобы У меня Допустим Было Много Дат Ну В общем Есть Еще Другой Вариант То Есть Я Вот Это Вот Скопирую Скажу Get Set И Я Могу Создать Ну Давайте Вот Так Вот Создам Паблик I Enumerable Date Time И Напишу Так Датес И Пусть Это Будет Yield Return Вот Такую Штуку Могу Сказать То Будет Одна Дата Нет Одна Дата Да Хочу Вот И Также Я Могу Сказать Чтобы А Ну Да Тут Конечно Женю Нужно Поставить Что Было Еще Другие Даты Например Там Я Не Знаю Какой Небудь Невысокосный Год Пусть Будет Десятый Двенадцать Ну Неважно Это Собственно Гори Неважно И Вот Этот Вот Теперь Дата С Эту Коллекцию Я Могу Использовать Здесь Как Например Param Source Param Source Да И Здесь Нужно Указать Name Ну Собственно Гори Вот Тот Самый Дата То Теперь У Меня Получается Для Каждого Из Параметра Есть Два Значения Это Значит Тесты Будут Умножаться На Два А так Как У меня И для Дат Существует Тоже Два Значения То Тест Умножается На Четыре И Соответственно Это Замет Немножко Побольше Времени Ну Я Не знаю Иметь Смысл Вам Это Показывать Ну В общем Параметры Можно Использовать Так Ну На Этом Наверное Все Мне Хотел Услышать Каким Образом Вы Делаете Бенчмаркинг Или Вообще Делаете Ли Вы Его Пишите Комментарии Будем Общаться Всего Доброго Всем Всего Хорошего И До Новых Встреч Редактор субтитров